Автобус номер 107 до хутора Разнаков. В салоне специалист городского отдела по транспорту. Он считает входящих и выходящих пассажиров на каждой остановке. Данные собирают для того, чтобы в дальнейшем усовершенствовать транспортную систему. Разгрузить автобусы в часы пик, обеспечить нормативную загрузку в межпиковые интервалы движения автобуса, ну и обеспечить максимальное удобство пассажиров при поездке. Ход рассматриваем. Сейчас вот показало обследование, что на Виноградный необходимо с утра добавлять какой-то маршрут. Сейчас будем смотреть, либо и существующий будем передвигать расписание, либо добавлять туда какие-то правки. Начали с пригородных автобусов. У них трехзначные номера. Александр Захаров едет до конечной в Разнаков. Говорит, что лично его все устраивает, но те, кто учатся в Анапе, бывают, опаздывают на занятия. Наверное, добавить, но убыток будет от самого предприятия, потому что туда ездят 2-3 человека. С Юровки сюда в город таких трудностей нет. Только если кто-то опоздает, час будет стоять. По словам Сергея Кисленко, не хватает связи между Юровкой и станицей Гостогаевской. Юрий Кудрявцев не исключил, что по результатам мониторинга такое сообщение появится. Вместе с тем в самой Анапе выросли целые микрорайоны, которые постепенно заселяются. Здесь многоэтажная застройка, там многоэтажная застройка, там. В настоящее время по улице Парковой всего один маршрут у нас проходит. Это номер 9, городской. Есть еще пригородные, 125-й, 126-й, 135-й, 109-й. Но они не заходят в центральную часть города, в курортную. Городские маршруты начнут изучать на следующей неделе. В Управлении по делам молодежи пообещали помочь на праве волонтеров. В планах провести аналогичную работу летом.